Наркотики – это не просто слово. Наркотики вышли на улицы, и мы должны об этом знать. Поэтому мы решили поговорить с профессором Джоном Генри из Национального Центра, там про всякие яды и вред наркоты. Он всё знает. Наркотики – это опасно. Сегодня мы говорим о наркоте. Начнём вот с этого пакета. Это чёрный марокканец. Да, если ты этого не знаешь, ты полный дебил. Сколько дозы этого дерьма стоит на улице? 70 фунтов. Вообще-то это чисто обдирало, я знаю пару мест, где можно дешевле взять. Серьёзно, я тебе скажу потом. Хорошо. У этой штуки множество названий. Ну, значит, самое известное – это анаша, травка, ганжубас, пыхалка, косяк, хэмпионерка, каннабис, пятилистник, зелёная маха, крутая тема. Децл, Кузьмич, дерьмо, бомба, плюшка, принцесса, дурия, афганский чай, план, дудка, шмаль, шала, пяточка. Есть ли ещё какие-нибудь термины, которые должны насторожить родителей? Ну, шишки, ну, много названий, много. А какой эффект? Может развиться паранойя, вам будет казаться, что за вами следят люди или даже вещи, сердце начинает биться чаще, давление может понизиться, у вас закружится голова. В общем, от употребления нашей очень много побочных эффектов. А негативные-то есть хоть какие-нибудь? Ну, это и есть негативные. При длительном употреблении как раз все эффекты негативные. То есть, если кто-то хочет начать, можно ему вот этого дерьмо рекомендовать, да? Нет, я бы не рекомендовал. То есть, это всё легально, да? Можно с этого начать? Нет, это нелегально. Не-не-не, но если на улице, то нелегально. А если вот это всё у вас дома лежит, это нормально? Нет, это нелегально, это незаконно. Нет, но если для своего использования, только для себя. Ну, там полкило у вас случайно под диван закатилось, ну, так, по мелочи, можно? Нет, я бы не пробовал. Ну, ладно, а это если религия у вас, например, такая... Значит, вам придётся убедить суд, что у вас такая религия. Ну, а допустим, кто-то не похож на Растамана, но у него дома есть пара альбомов Боба Марли, такая шапочка с дредами пришитыми, все дела. Можно тогда вот соскочить на суде с обвинений? Нет, не думаю. Ладно, а тогда что такое наркотики класса А? В основном это наркотики типа героина, кокаина, ну, в основном так. А, значит, тоже класс А, это значит гарантированно лучший суперкласс, да, лучшее качество. Нет, качество здесь ни при чём, вам могут и дерьмо подсунуть. Так, ладно. Вот это вот что? Ну, официальная химическая формула этого вещества 3,4-метилен-диокси-метамфетамин. Многие называют это просто экстази. Экстази. Да, да, это очень опасный наркотик. Его, когда принимаешь, тебе начинает нравиться хаос музыка, это опасно. Да, вы начинаете получать удовольствие от музыки. И там внутри какая-то дрянь химическая, да, и ты начинаешь так дрыгаться, как долбанутый просто. Да, ты начинаешь дёргаться, танцевать. А как в ней химия это называется? Но экстази это и есть, как бы химия, это химический состав. А сколько экстази можно схавать за ночь, ну, чтобы безопасно было? Ну, понимаете, за одну ночь. Ну, некоторые могут принять 2-3 таблетки без проблем. Но я-то сам эти наркотики вообще не употребляю, да? Серьезно, я вам даже могу в баночку пописать. У меня просто кореш есть, Дубина Дэйв. Я фамилию его не скажу, чтобы не запалить, да? Он говорит, что может за ночь заглотнуть 22 колеса и ничего. А у него головные боли были? Ну, он сказал, что заснуть долго почему-то не может. Но зато на следующий день его так вперло. И, в общем, даже народ из автобуса, который от пригорода в Руисли, пойдёт, сказал, что он автобус вёл лучше, чем когда-либо. Он водителем работает. Знаете, помогает. Серьёзно. Экстази не помогает водить автомобили? А животное можно экстази давать? Ну, если это научный эксперимент, и вы хотите узнать о воздействии этих таблеток на живой организм, то лучше дать их... Собачке, что ли? Нет, нет, лучше кролику или крысе. Лучше им, чем себе, конечно. Это жесткач, да. А если им там взгрустнулось, можно им по винтику-то дать? Собачка, если загрустила. Боюсь, это не поможет. Мой кореш Джази Эф однажды дал колесо своей собаке, её так плющило, она там гавкала и даже пыталась вставить коту, понимаете? Бывает же, да? Это возможно? Ну да, возможно. Но не забывайте, одна таблетка для собаки – это очень много. Жесткач, да. А от какой кислоты можно реально улететь? Не от какой. То есть вам может показаться, что вы летаете, но это совсем не так. Не-не, мой кореш Дэйв, он как-то закинулся, значит, и вокруг комнаты стал летать, и вот так торкнуло. А мамаша, значит, ему сказала, слётай по-быстрому в магаз. И он полетел прямо из окна на улицу, представляете? Знаете, над автобусом и все дела. Обернулся секунд за пять туда-сюда. Только вот сигареты-то он забыл купить. Да, серьёзно. Вот вам и ответ. На самом деле, вам кажется, что с вами происходило нечто подобное. Вам кажется, что вы действительно летали, но ваши ноги по-прежнему на земле, они не отрывались от земли. Если вы не будете осторожны, вы упадёте и ударитесь. Это неприятно. Короче, если подводить итог. Чего нужно сказать людям, что они должны знать о наркотиках? Вот так, без балды, по-серьёзки. Искусственные стимуляторы, наркотики – всё это плохо и влияет на работу вашего тела. Точняк, да. Ваше тело – это храм. Спасибо большое. Да, да, да. Ваше тело и так прекрасно работает. Если вы будете принимать наркотики, оно будет работать плохо. Это очень нехорошо. Да. Да. Ваше тело и так прекрасно работает. Спасибо. 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 Спасибо.